Сегодня я хочу рассказать вам о своем новом заказе Faberlic. Вы периодически меня спрашиваете и просите тестировать какие-то новинки, которые появляются в новых каталогах. И я с выходом каждого нового каталога стараюсь выбрать какие-то новинки, чтобы сделать на них обзор для вас. В сегодняшнем видео о косметике будет совсем немного. В основном я сосредоточилась на вещах, то есть я вам покажу два предмета одежды, которые относительно недорого стоят, в принципе, если рассматривать в целом ценовую политику Faberlic. Но перед тем, как мы с вами перейдем непосредственно к заказу, если вы здесь впервые, конечно же подписывайтесь на мой канал, тогда мы будем с вами встречаться два раза в неделю, потому что два раза в неделю я выпускаю видео на своем канале, поэтому обязательно нажмите подписаться и давайте приступать. И первое, о чем хочу вам рассказать, это о тренче, который сейчас в кадр, естественно, не влезет, но я вам его покажу обязательно, как он выглядит на мне. Его я заказала еще где-то приблизительно в мае, но он ко мне пришел уже тогда, когда наступила конкретная жара, поэтому я его даже ни разу не носила и оставила на осень. Но в то же время я его примерила, естественно, и мне очень понравилось, как он на мне сидит. Я себе взяла размер 44 и сел он на меня просто идеально. Конечно, если вы хотите классический тренч, то этот все-таки, наверное, не подойдет вам, потому что у него здесь есть вот такие вот ставки из кружева. Если вы хотите классический тренч в бюджетной категории, я вам в каком-то из своих видео показывала тренч от Gap, и у них за очень бюджетные деньги, полная цена этого тренча, по-моему, 100 долларов, но они часто бывают на 40% скидках, то есть, грубо говоря, там за 60 долларов, можно купить очень-очень качественный, именно классический тренч. Состав у него это тоже 50% полиэстер, 40% хлопок, 10% нейлон. По ощущениям он очень мягенький, такой приятный, как немножко даже как бархатное ощущение у него создается. Он мне, знаете, что напоминает? Вот упаковку по типу как NARS, софт-тач, которая вот такое же ощущение от этого тренча. Также я заказала их новинку, вот такие вот ботиночки в черном цвете, и я взяла размер 40. Кстати, если вы будете заказывать в Фаберлике, учитывайте, что очень большое количество обуви, которые они выпускают, маломерят, поэтому лучше заказывайте на размер больше, чтобы потом не разочаровываться. У меня есть кроссовки Фаберлике, я тоже заказывала балетки Фаберлике, и сейчас вот взяла вот это. Обычно всю обувь я покупаю в размере 39, в редких случаях 40, но в Фаберлике обувь 39 размера для меня всегда маленькая. Что касается этих ботиночек, то я вот именно такой стиль ботинок всегда очень любила. У меня есть такие кожаные, они, правда, такого темно-серого оттенка, и такие же есть черные, но просто вот, грубо говоря, более классические. Эту цепочку я, скорее всего, сниму, она здесь, ее можно отсоединить, потому что мне кажется, что цепочка немножко дешевит общий вид этих ботинок. Их цена приблизительно такая же, как на ботинки, я не знаю, с разных китайских сайтов, Алиэкспрессов и подобных сайтов, но мне кажется, что вот это совсем не хуже, может даже и лучше. По качеству сделано, и что у китайцев проблема, это большие размеры. Большие размеры там найти практически нереально. Если у вас 39-40, если даже больше 40, то у китайцев вы, скорее всего, ничего не найдете, но если вам нужна бюджетная обувь, то вот в Фаберлике размер 40 вполне нормально. Единственный вопрос у меня только по поводу вот этой золотой каемочки, потому что, мне кажется, она может легко царапаться, и вот это как раз может портить общий вид этих ботинок, но в общем и целом я их могу рекомендовать, потому что качество, как они выполнены и как они сидят на ноге, мне очень понравилось. Что же касается косметических средств, то я повторно взяла вот этот флюид для лица, который из линейки Аквасмарт. У него есть SPF 10, мне очень понравилось это средство. Оно легкое действительно, в нем вообще не ощущается это SPF, но в то же время, как я уже рассказывала, вот на утреннее время, когда вот только проснулся, умылся, нанес там какой-то свой базовый уход, в том числе и это средство, в плане какого-то легкого поверхностного увлажнения, плюс SPF, мне кажется, очень-очень неплохо. У меня это средство не вызывает абсолютно никаких негативных эмоций, очень мне понравилось, вот это уже моя вторая баночка, и также этот флюид очень классно работает, как база под макияж. Если у вас сухая кожа, и перед тем, как наносить тональную основу, вам требуется дополнительное увлажнение, то вот этот флюид очень классно работает, я вот часто сама им пользуюсь, и часто тоже его использую, и не только на себе, если нужно вот именно вот такой увлажняющая база, на которую поверх этого будете потом наносить тональную основу. Также взяла для своего мужа роликовый дезодорант, они, кстати, как будто сняли с производства очень большое количество дезодорантов, роликовых таких антипроспирантов, мой муж любит вот эти вот антипроспиранты от Фаберлик, и я заказываю то такой, то такой, в этот раз взяла вот этот из серии Ланселот, защищает этот антипроспирант вполне нормально, так как и любое другое средство, я не знаю, супермаркета, которое можно купить, и запах у него не такой вот банальный, свежий мужской, а скорее такой вот свежий, с ноткой какого-то как увлажняющего крема, вот какой-то такой запах у него, мне понравился, и муж мой постоянно тоже просит, чтобы я заказывала, поэтому я всегда и заказываю для него, также я взяла два своих фаворита, и это две жидких подводки, номера у них 54-31, это черный цвет, и 54-32, это темно-коричневый оттенок, меня часто спрашивают, какая моя любимая подводка, вот если честно, я в последний, наверное, год для себя лично пользуюсь только этими подводками, либо черный, либо коричневый, они мне очень нравятся, я в комментариях читала от некоторых из вас, что вам не нравится, потому что они осыпаются или трескаются, у меня вообще такого не происходит, у меня с ними вообще ноль проблем просто, я не рисую, конечно, такие огромные стрелки, на больших стрелках, может быть, такая проблема проявляется, но я обычно рисую очень маленькие, такие аккуратные стрелочки, и что черный цвет, что коричневый, выглядит феноменально, это матовая подводка, подводка, и действительно красивые оттенки, то есть черный, это черный, это не серый, это не непонятно какой, и коричневый, это тоже не какой-то, не рыжий, не с блесточками, не виниловый, а вот именно такие классические, хорошие, правильные оттенки, поэтому я их вполне могу рекомендовать, тем более за такую цену, это просто грех не попробовать, и многие мне писали, что им нравятся эти подводки, они их тоже заказывали, и новинку я тоже взяла попробовать, это новая тушь, насколько я поняла, она новая, потому что раньше я ее в каталогах не встречала, номер у нее 5341, это тушь для ресниц Draw & Roll, возможно, если вы не впервые смотрите мое видео с обзорами на марку Faberlic, то вы знаете, что с тушами у меня не очень обычно складывается в Faberlic, тушь, которую я очень сильно люблю Faberlic, это номер 5556, потрясающая тушь, она классно смотрится как на мне, так и на всех, на ком я ее пробовала, в том числе мама моя приезжала, эту тушь себе забрала, и она ее забрала и увезла с собой домой, потому что ей очень она понравилась, тоже она и дома пользуется, и ресницы с ней действительно выглядят очень красиво, очень по-кукольному, вот так вот разделенные, веером стоят, ну, в общем-то, классная тушь, и вот эту я взяла попробовать, потому что мне понравилась кисточка на сайте Faberlic, она вот такая вот немножко изогнутая, и это силиконовая кисточка, я попробовала эту тушь, когда первых несколько раз попробовала, она мне понравилась, но не так, чтобы переплюнуть вот ту предыдущую, но чем больше я ей пользуюсь, тем больше она мне начинает нравиться, потому что она, чем больше начинает подсыхать, тем лучше она наслаивается, и с ее помощью можно создать тоже вот именно такой вот хороший, красивый объем, особенно если у вас три ресницы, как у меня, то вот эта тушь способна создать визуальный обман, что ресницы у вас на самом деле намного больше, сегодня она на мне, я не знаю, как через очки вам будет видно или не будет видно, но придется поверить мне на слово, что это неплохой вариант, действительно очень неплохой вариант, и если вы заказали, один раз попробовали, и вам не очень понравилось, дайте ей еще несколько шансов, дайте ей чуть-чуть подсохнуть, и я думаю, тогда она начнет вам нравиться. Что ж, на этом видео я буду заканчивать, если оно вам понравилось, не забудьте перед уходом поставить мне палец вверх, подпишитесь на мой канал, и мы тогда с вами увидимся в следующих моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok